Международный день левши посвящен людям, которые пользуются предпочтительно левой рукой. Согласно заключениям психологов, люди с ведущей левой рукой имеют сильный характер и творческий потенциал. По данным 2019 года в России левши составляют 30% от населения, что равно 22,5 миллионам взрослых, пишущих левой рукой. Когда я пошел в садик, мои времена уже не переучивали. То есть дети, которые пошли в садик раньше, их еще переучивали, подвязывали руки, вели по рукам. В мое время уже этим не занимались и спокойно относились к детям-левшам. Особенности левши заключаются в том, что мы пишем быстрее, запоминаем информацию лучше. Быть левшой – это абсолютно то же самое, что быть и правшой. Это никак не мешает нам и никак не влияет на нашу жизнь. В письме левая рука множество левшей может не использоваться. Так они могут писать и правой рукой, а левой пользоваться в других посрединенных делах. С раннего детства можно переучиться быть левшей и стать правшой. Я что-то среднее между левшей и правшой. В детстве меня переучили писать правой рукой, потому что наша школа требовала это. Точнее, мой классный руководитель. Но все основное я делаю левой рукой. Да нет, наоборот, классно, что я не похож на других. Потому что большинство людей пишет правой рукой. И это добавляет какой-то изюминки мне, я так считаю. Ну и в целом, левши… Считается, что левши у них правая полушария мозга работает, которая отвечает за креативность. Поэтому я думаю, что это мой огромный плюс. День левшей в России существует следующая традиция. Всем правшам предлагают на один день представить себя левой руками. Продолжение следует...